Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Халл Сити в FIFA 21. Огромное спасибо вам за поддержку к прошлой серии, за ваши лайки и комментарии, продолжайте в том же духе. Ну а мы продолжаем, ребята, путь в чемпионате и различных кубках. Мы в прошлой серии сыграли с вами первый матч Лиги Чемпионов, это была игра у нас против Наполи, 1-8 и мы сыграли 3-3. Снова у нас была такая голевая заруба, сегодня у нас с ними ответная встреча, сегодня у нас также четверть финал Эмирейтс Кап против Шеффилд Юнайтед, а также матч против Бёрнли в чемпионате. В следующей серии нас тоже ждут непростые игры, там Манчестер Юнайтед, Ньюкас, Левертон, возможно еще какие-то игры будут, если мы пройдем дальше в кубках. В общем, пока все складывается не так плохо, мы в чемпионате идем на третьей строчке и в Лиге Чемпионов у нас в принципе есть шанс пройти Наполи. Но для начала нужно обыграть Шеффилд Юнайтед, так что, ребята, усадьтесь поудобнее, влепите лайк этому ролику, берите печеньки, вкусняшки, наливайте себе чаек и погнали, ребята, на матч. Также, если вы новенький, не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик, давайте сейчас немножко, я думаю, изменим формы, посмотрим, какая форма есть у нашей команды, чтобы они отличались. Давайте сыграем в черный, а соперник пускай играет, ну пускай в полосатый, хорошо, я думаю, это будет отличаться нормально. Ну и, ребята, поехали, нам достался не Ливерпуль, который мог, кстати говоря, выпасть, но Ливерпуль прошел уже в полуфинал и ждет своих соперников, так что, возможно, им будем именно мы, но нужно пройти Шеффилд, погнали. Это, друзья, четвертьфинал Эмирейтс Кап, это Шеффилд Юнайтед против Халл Сити, и сейчас, я думаю, будет весьма интересное противостояние двух, ну, мне кажется, плюс-минус равных команд, потому что это не полуфинал, это четвертьфинал, полуфинал еще нужно выйти, ну и, как мы видим, команды-то там весьма серьезные, Манчестер Сити и Ливерпуль, понятное дело, показывают нам Блейка, одного из лидеров нашей команды, ну, я надеюсь, что сейчас мы сыграем аккуратно. Подача в нашу штрафную, здесь Берк выбивает ножницами, Шеффилд продолжает идти в атаку, и здесь уже игрок Шеффилда играл ножницами. Ушел мяч за пределы поля, вот так вот хозяева сразу начинают активно этот матч. Еще один по штрафную, Берк вынес. Ребят, привозим моменты сами себе, нужно играть аккуратнее. Хорошо, вот здесь разыграли, здорово. Гонсалес. Пастаматонда. И можно подавать штрафную, подача есть, надо забить. И мяч в воротах, Биллинге поддерживал атаку или нет, это Уилкс. Уилкс подключился с правого фланга, и на 14-й минуте мы выходим вперед, отлично. На 15-й минуте мы вышли вперед, ребята, но не будем на этом останавливаться. Все-таки чувствуется, что Шеффилд заряжен, они будут нестись вперед, они будут стараться. Для начала отыграть результат, а уже потом, может быть, забить и еще. Нам нужно действовать просто аккуратненько. А вот это, ребята, небольшой провал в обороне. Берк нарушал правила, но здесь по-другому было просто нельзя. Удар по воротам есть, и Биллингем спасает или Моралес. Я даже не успел разглядеть в динамике, кто же в итоге отбил. Еще один момент, и снова защитник с ленточки выносит мяч. Ну а теперь по за спину. Шеффилд играет разнопланного, ребята. Они то с фланга подадут, то навесят. Классная передача, молодец Моралес. Передача на Биллингема. Они здесь с Матондо отыгрались. Мяч сохраняют. Матондо залетает в штрафную. Матондо бьет. Тащит голкипер. Ну же Матондо. И нет офсайда. И 2-0. Дожимаем соперника. И забиваем второй до перерыва. Ну, рабочие голы. Нет никакой легкости. Везет, что соперник тоже где-то ошибается. Раздосадован, конечно, голкипер. Он отразил сначала пушечный выстрел Матондо. Ну, а здесь, по-моему, Вилкс. Поворолся на втором этаже. И все-таки скинул Матондо мяч. Не было офсайда. И это 2-0 на 39. Опасный разрезающий пас на левый фланг. И мы снова отбиваемся. И снова очень нервозно действуют наши футболисты. Сейчас главное не пропустить. Потому что 2-1 это будут уже настоящие нервы для второго тайма. И все. Перерыв. Манчестер, Сити и Лестер пока что играют в ничью 0-0. У нас 2-0. Но, ребята, Шеффилл хороши. Гонсалес. Попытка удара в дальний. На месте вратарь. Еще один пас штрафную. Еще один удар. И еще один угловой. Много. Много моментов Шеффилл создает. Но пока мы держимся, еще одна подача. Очень. Очень волнительный момент. Потому что сейчас очень тяжело сдержать нашу оборону. Но получилось в итоге выйти. Много. Много сегодня работы у наших футболистов. А вот сейчас получится передача. Нет. Она не прошла. И снова Шеффилл вперед идет. Молодцы. Мяч отвоевали. Проталкиваем мяч на Гонсалеса. Здесь Ханимен. Этот парень может решить. И он, ребята, решает. 3-0. Казалось бы, крупный результат. Но какой тяжелый этот матч. Сколько борьбы. И сколько усилий требуется нашей команде, чтобы не отбиться. И чтобы провести атаки. Гудят трибуны. Потому что Шеффилл дома пропускает 3 мяча. Хотя играют очень здорово. И снова Шеффилл в атаке. Снова подача. Моралес. Спокойно забрал мяч в руки. У нас готовится тройная замена. Но какой неудачный вынос мяча. Моралес исправляется. Удар Блейка. И штанга. Да, сейчас Блейк мог забить красоту. Но в итоге мы все равно, друзья, побеждаем. Замины даже не успели пройти. Это 3-0. Мы выходим в полуфинал. А сейчас будем отправляться на матч Лиги Чемпионов. Вот результаты четвертьфинала. Ливерпуль выигрывает. Выигрывает Вестбромич и Сток Сити. Лестер обыгрывает Манчестер. Ситя мы проходим Шеффилд. Пресс-конференция перед матчем с Наполи. В случае без голевой ничей вы сегодня пройдете в следующий этап. Как будете подходить к игре? Мы не будем проявлять неуважение к болельщикам, которые из недели в неделю приходят на наши матчи и поддерживают нас. Мы, как всегда, будем играть на победу. Если говорить о следующем матче с Наполи, как вы будете готовить команду в плане настроя и психологии? Все уверены в собственных силах. Мы обыграли Шеффилд с разницей в три мяча, что мешает нам сыграть так же снова. Команда показала довольно нестабильные результаты. Что вы, как главный тренер, думаете о таких скачках формы? У меня есть стопроцентная уверенность, что мы наберем формы и в скором времени увидите, что собой представляет эта команда. Нас ждет, друзья, ответная встреча против Наполи. У нас Адейми пришел уже в форму, но, ребята, у него еще пластырь. Так что пока я взял его только на замену. Вот так вот выглядят стартовые составы команд и, ребята, поехали. Действительно, безголевой матч выведет нашу команду в следующий раунд, но хотелось бы порадовать болельщиков и все-таки пройти с победой. Потому как мы в прошлом раунде с Бетисом вышли только по разнице забитых и пропущенных. Сейчас же уже с этого года в футболе не отменили правила выездного гола. Вот так вот выглядят результаты. Многие команды забили по два мяча, но у нас с Наполи была бы настоящая заруба. По три мяча забили одни, забили другие. Необязательный, конечно, гол последний мы пропустили. Если бы его не было, ситуация была бы получше, но Наполи наиграли на три мяча так же, как наиграли на них и мы. Посмотрим, кто сейчас окажется сильнее. Ну и вот что с пасами? Просто Уилкс бежит рядышком с мячом. Эммануэль попытаться выиграть вверх. Ну и хотя бы штрафной. Я на секунду подумал, что этот мяч мы выиграть не сумели. Да, очень классно, пока Наполи опережает нашу команду. Буквально все читают. И вот такие вот длинные переводы, но здесь Инсини не успел. Они в первом матче играли очень быстро, очень живо, пытаясь быстро доставить мяч на фланге. Ханимэн устоял на ногах, хорошо. Гонсалес. Классный пас на Матондо. Матондо в штрафной, подача на дальнюю. Уилкс пытался пробить. Будет аут. Да, успели. И посмотрите, как Наполи сейчас просто давит. Не дают особо развернуться. Ханимэн, попытка его удара слева, и там было положение вне игры. Ну а здесь хороший перехват. Ну и вот сейчас, Блейк, забегай. Удар Блейка с левой. И вот пока он подстраивается под мяч, чувствуется, как наша команда, знаете, вот ее прям продергивает, протряхивает на каждом участке поля. И повезло пока, что Наполи никак не может выйти нормально в контратаку. Это Уилкс. Ждет забегания он Эммануэля. Эммануэль можно подавать на дальнюю. Подача есть. И все проскакивают мимо. Ну вот действительно, будто Блейк там на коньках летел к этому мячу. И просто не вышло. Ну а сейчас Блейк сохраняет мяч в поле. Блейк. Ложный замах. Блейк, надо бить и забивать. Удар по воротам. Что творит этот парень? Вот здесь, ребята, в лучших жанрах футбола Блейк забивает мяч в дальний угол. На секунду я даже вспомнил времена у Анапа, когда мы за Эден Азара так проскакивали по флангу и били в дальний. Это, ребята, красиво. И Финли Блейк. 32-ая минута. Шестой гол в Лиге Европы. Ну и вот начинают уже футболисты Наполи нервничать. Посмотрите, какие ошибки. Можно попробовать забить еще. Снова Блейк. Удар в дальний, но нет. Он уже, наверное, посчитал, что каждый мяч будет залетать в ворота. А вот это, ребята, провал. И просто повезло, что Наполи решили не бежать сразу в атаку. Перевод на правый фланг. Чуть больше они пытаются игроков привести к нашим воротам. А это удар в ближний. И Лозана выпадает в штангу. Передача. Гонсалес. Удар поворота. Кулебали блокирует. Спартак выигрывает у Леона. 0-1. А мы пока побеждаем у Наполи. 1-0. И у нас, ребята, общий счет 4-3. Классно разыграли. И можно переводить на фланг. А там Вилкс. Прокидывает мяч на широком шаге. Передача в центр. Удар Биллингема. А вот тут передача до Ханнимэна не дошла. И снова Наполи пытается быстро выйти в контратаку. Перевод на правый фланг. Здесь Лозана. Совершенно один. Флемингу нужно успевать. И это лишь угловой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И мяч проходит недалеко от ворот. Здесь снова неудачная обработка. Ханнимэн. Опасная передача. И, ребята, 1-1. Но Наполи все-таки додавливают. Была такая еще микропауза перед ударом. И вот здесь Ханнимэн просто не хватило силы. Музержать и Бёрк. Но Бёрк просто бегает рядом. Классный пас на Биллингема. Вынимай второй, Биллингем. Красавчик. За 20 минут до конца мы снова выходим вперед. Ну и здесь Биллингем шикарно забежал. Получилась хорошая передача. И плотный выстрел с левой в дальний угол. Биллингем забивает свой первый гол в этой Лиге Европы. Но какой он важный, ребята. Пас на Ханнимэн. Ну же, Биллингем. Был офсайт. Блэй, Гонсалес. Снова Блэй. Как на коротке разыграли. Ну же, красотища. Просто фантастика. Этот гол, ребята. Наверное, гол этого двухматчевого противостояния. Как разыграли сейчас наши парни. Ну вот хотя бы одна шикарная комбинация получилась за весь матч. Да, немножко повезло с рикошетом. Но каков гол, ребята. И Гонсалес забивает третий. Это дух, ребята. Халсити. Это 3-1 дома. Ну, Наполе понимает, что им столько уже не забить. Потягивают мяч в центре поля. Это победа. Это победа. Это проход в следующий раунд Лиги Европы. И я надеюсь, что там... Да нет, там не будет легче. Там будут ребята, которые прошли дальше. И будет только сложнее. Вот такие вот, друзья, результаты. Челси проходит Лестер. Спартак уступает Леону. Халсити обыгрывает Наполе. Атлетик Клаб из Бильбауп выигрывает у Вольсбурга. Бенфик уступает Милану. Франкфурт уступает Аяксу. Рома по сумме. Голов на чужом поле. Я, как понимаю, она проигрывает. И Велериал выходит дальше. Ну и Ницца обыгрывает Голтосарай. Поздравляем с выходом в следующую стадию. Скажите, что вы думаете об игре вашей команды? Конечно, очень здорово, что мы прошли дальше. И теперь игрокам нужно сосредоточиться на новых испытаниях. Халсити забивает 3. Добивается комфортной победы. Как думаете, матч мог сложиться по-другому? Дело сделано. Очки мы взяли. Сегодняшнюю игру обсуждать не вижу смысла. Мы уже готовимся к следующему матчу. Зелинский сегодня был одним из лучших в составе соперника. Было трудно препятствовать Наполе игре в созидании. Наполе молодцы. Четко придерживались плана на игру. Играть с ними было трудно. А Зелинский играл так, что становилось еще труднее. Сейчас у нас, ребята, игра против Берли. И хоть они идут на 18-м месте, я думаю, этот матч не будет легкой прогулкой. Стартовые составы на ваших экранах. И, ребята, поехали. Это, друзья, уже не Emirates Cup. Это не Лига Европы. Это возвращение в чемпионат. И не самый простой соперник, который мог сейчас быть. Нужно постараться отвлечься от кубковых противостояний. Просто с холодным расчетом постараться обыграть Берли. Хоть мы играем на выезде, но состав полон сил. И нужно брать 3 очка. Мы все-таки в этом сезоне боремся за тройку лидеров. Ну, а пока Берли идет в атаку и забывает очень быстрый гол на четвертой минуте. Мы проваливаемся в обороне. Шикарная передача через центр. И вот так вот хозяева уже открывают счет в этом матче. Посмотрите, какая передача. И здесь не смог спасти даже Моралес. Четвертая минута, четвертый гол. Гудмансена. Плотненько пока соперник действует у своей штрафной. А вот здесь тонкий пас. Ну же, забить! Нет, не вложил. Уилкс, мяч в ногу Блейку. Поддавили. Выиграли мяч. И здесь офсайт. Нам повезло. Вообще, такой довольно грубый отбор был в исполнении соперника. Уилкс, Гонсалес, Блейк. Снова Гонсалес. Нужно забить. 1-1. Вот здесь все спокойно разыграли. Счет на табло снова становится равным. Мы возвращаемся в эту игру. Ну и вот так вот спокойненько. Раз, два. И удар поворотом. Мяч в сетке. А это Ханимен. Передача на Гонсалеса. Как классно Гонсалес развернулся. Матонда. И до удара дело в итоге не дошло. Но неплохо. Иногда неплохо действует наша команда. Но где-то чуть-чуть, может быть, везения не хватает. Берк красиво выиграл мяч. Передача на Гонсалеса. И тот на скорости пытался убежать. Заброс штраф. Ну и у Берка травма. Вот так вот в столкновении с соперником он получил какой-то ушиб. И продолжает сейчас соперник идти вперед. Продолжают давить. А здесь что, не было офсайда? Нет. Арбитр считает, что можно играть. Отлично. Есть еще время. Можно провести атаку. Ханимен. Потащил мяч сам. Передача пяточкой. Ну же, Хани. Гонсалес. Надо забить второй. Красотища. Дубль Гонсалеса. Сегодня, ребята, все бьются на футбольном поле. К сожалению, да, у Берка травма. Нужно менять. Элдор выходит вместо него. Скорее бы уже Девейс поправился. Поддержите, ребята, своим лайком. Берка, потому что он сегодня бился отважно. Да, где-то, может, совершал ошибки. Но он помог команде в этом первом тайме. Манчестер Сити пока выигрывает 3-0. Также там побеждает Тоттенхэм со счетом 1-0. Но и мы пока впереди. 2-1 в матче против Берли. Еще один па штрафную. Снова надбой. Передача на Матонда. Вот сейчас соревнование в скорости. Посмотрим, кто окажется быстрее. Матонда уже залетел в штрафную. Ну же, пас под удар. Гонсалес. Да что ж такое, ребята. Что-то мы здесь уже напридумывали. Биллингем надо пробить. Гонсалес выносит соперник мяч подальше. А вот это провал в обороне. И Моралес молодцом. Ворота-то пустые. Еще один заход в нашу штрафную. Еще один удар и 2-2. Да, ребята. Этот матч не будет легкой прогулкой. Здесь в первом эпизоде Моралес спасает. Ну а дальше Родригес просто расстреливает наши ворота. Есть Маклафлин, но он с ужасной сыгранностью. Еще одна подача. Молодец Моралес. Передача на Матонда. Вот здесь он может убегать. Матонда проталкивает. Ну же, и что офсайд? Серьезно? А то, что Матонда дали по ногам, никого, ребята, не удивило. Здесь выходит Адейми. За 15 минут вместо Матонда не было нарушения. Адейми набирает скорость. Уилкс, передача дальше. Блейк, ну же, забить. Не получилось. И все идет, ребята, к тому, что этот матч может закончиться равным счетом. Подача в штрафную. И нет, ребята. Забивает Бернли. Еще один Родригес сейчас находится в их составе. Бернли начинает уже подтягивать время. Они не пытаются сейчас как-то обострить игру. А у нас не получается просто отнять мяч. 92-я минута. Мы уже не успеем выйти в контратаку. И все. Звучит, друзья, финальный свисток. К сожалению, мы уступаем. Бернли немножко, может быть, не хватило нам каких-то эмоций после двух кубков. Но, тем не менее, надеюсь, серия вам понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok